На сцене мои друзья и коллеги Дмитрий Лугдин, фортепиано, и Петр Ившин, ударный, барабаны. Действительно, полный концерт в таком составе мы играем впервые, действительно, это премьера. И мы сегодня вспоминаем Мишу Альперина, уникального, удивительного, совершенно необычного музыканта с большой буквой. Человек, который на мою жизнь повлиял очень сильно, ну, как говорят сегодня, такое советское слово, дал мне путевку в жизнь. В прямом смысле этого слова. Его, к сожалению, уже нету больше двух лет. Тем не менее, к счастью, живет его музыка, его записи, ноты. Он никогда не писал. Если бы вы увидели ноты, которые мне давал перед репетициями, вы, наверное, сильно бы удивились. Особенно музыканты, которые понимают, как эти крючки вообще работают. Тем не менее, как-то удавалось нам найти взаимопонимание и играть интересную музыку. Не сразу, честно скажу, мне далось это не сразу. И вот сегодня мы сыграем несколько пьес, которые были несколькими людьми, как правильно сегодня говорить, транскрибированы, транскрибированы. То есть сняты, да? Когда-то мы называли это просто... Он снял соло саксофона, он снял соло гитары. Сегодня мы говорим, что перенесли аудиозвуки на ноты. Большинство пьес, которые мы сегодня будем играть, транскрибировала супруга Миши, Эвелина Петрова. Ей помогала другая пианистка и ученица, можно сказать, Миша Альперина, Роксана Смирнова. Очень интересный тоже музыкант со своим голосом. И несколько пьес транскрибировал ваш покорный слуга. Поскольку я все-таки музыку эту знаю лучше, чем, наверное, кто-либо другой, мне было это сделать легче. Начнем мы с композиции «Тень» из альбома «At Home». У Миши шесть альбомов на ECM, я участвовал только в трех. Альбом «At Home» записан дома, действительно, в Норвегии, в Осло, в 98-м году и вышел на ECM в 2001-м. Вот что говорил сам, писал Миша Альперин по поводу этого альбома. Ум был инертен, слух насторожен, а музыка рождалась почти без поправок. Импровизация как кисть, просто кисть, с помощью которой можно быть честным в ночи. Миша Альбом 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Еще одна пьеса из альбома «At Home» «Ностальгия» Из того же альбома «Her First Dance» Пьеса под названием «Jump» Это сольная пьеса Мы не будем мешать Дмитрию «Jump» Из альбома «Her First Dance» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому ДимаTorzok pentuer ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Дмитрий Елогдин Альперин создал одну из самых невероятно возвышенных сольных фортепианных записей когда-либо существующих. Это пронзительно, захватывающе и доступно. «Ностальгия» — это тоже композиция из альбома «At Home». Добавил субтитры DimaTorzok 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 Где-то в году 1991 мы уже играли ее в программе А, даже есть видеозапись в Ютьюбе. Записана она на нескольких альбомах. Гамбург-концерт, изданный фирмой Яров, на Нордстори, Исемовском альбоме 1997 года, и на богемовской, даже точнее на двух богемовских альбомах, изданных в 1998 году. Оба альбома вышли на богема-мюзик «Life in Grenoble» и «Life in Karlsruhe». Еще он назывался «Южный этюд». Вот его мы сейчас и сыграем. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Прелюдия номер два Дмитрий Лугдин ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Спасибо Вот теперь «Скоморохи» ДимаTorzok Я — Мичуринец Вот эта пьеса «Скоморохи» очень показательна. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 С Комаросик. Еще одна пьеса из альбома «At Home» называется «Дождь». Да, мы ее сыграем в дуэте с Димой. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот прямо так и сказал. А я посмотрел ему в глаза, говорю, да, я знаю. И он меня пригласил буквально в этот же вечер. Мы поехали с ним домой. Оказалось, что мы соседи. Он тоже жил в Крылатском, поэтому нам было легко позднее репетировать. Мы нашли ДЭС и бесплатно нам дали возможность заниматься. Это, собственно, много того, что появилось в нашем репертуаре и записано на Wave of Sorrow и потом с Moscow Artrio. А на концерте в Гренобльском все это мы сделали в Крылатском в ДЭС номер 24, по-моему, если я правильно помню. Ну, неважно. Первый концерт наш с Мишей состоялся в декабре 1985 года. Митропольский говорит, что у него есть запись. Было бы интересно, конечно, послушать, что я там играл. Но мы играли, я помню, сюиту, которая называлась «Свет и тень». К сожалению, она никуда не вошла, ни в какой альбом, почему, не знаю. Может быть, мы ее когда-нибудь возродим. Возможно, к фестивалю Миши Альперину, который будет здесь 7 ноября, в день рождения Миши. Предполагается, что будет и конкурс. Будут заняты все три площадки. Совсем не обязательно играть музыку Альперина. Но идея фестиваля, как говорил Миша, открыть музыкантов, открыть таланты, у которых есть свой собственный голос. И вот что он, перед тем, как мы сыграем унисоны, я зачитаю из его книги «Искусство делать ошибки». Продолжение книги называется «Искусство делать ошибки» или «Как я искал Бога». Эта книга не издана и не будет издана. Но если вам интересно, то можете найти меня в фейсбуке, напишите мне в личку, я вам пришлю. Я решил, что эта книга должна быть достоянием только тех людей, кому это действительно нужно, чтобы это не лежало на полках, где-то пылилось. Это действительно интересная книга, в ней много есть очень, не только музыкального, много человеческого и много личного, много личного Мишиного, которым он очень любил делиться. И он говорил, что вообще какое-то время он был очень увлечен Ошем, и поэтому цитировал его в том числе и фразу Оша, что «Жить значит делиться». Я тоже люблю делиться, поэтому не стесняйтесь, пишите, давайте ваши имейлы, и я вам пришлю эту книгу. Вот что он писал об импровизации, которая вошла в книгу, кстати. Но это была переписка с Олегом Степурко, с замечательным нашим композитором, искусствоведом, журналистом, музыкантом и так далее. Они дружили и очень часто переписывались на разные темы, в том числе и касающиеся православия, и каких-то более, скажем, серьезных, сложных тем. И вот что он написал о импровизации. Это сегодня, мне кажется, интересно будет музыкантам, которые хотят развиваться и растягиваться. Это Мишиное слово – растягиваться. Мне кажется, что самое слабое звено среди статистической, хорошей джазовой музыки – это импровизация. Уже странно, да? Мы всегда считали, что джаз – это импровизация. Странно. Профессиональные джазовые музыканты, насколько мне известно, очень мало работают над импровизацией. Слишком мало. Мало, так как верят, что импровизировать гораздо легче, чем играть тути или написанное. Такой уверенности, по-моему, не было и нет у мастеров этого жанра. Но ведь у них можно учиться. Главное – понять чему. Противоречие между написанной музыкой и импровизационной – неестественное. То, что мы называем ходами, паттернами или местами общего пользования – гениальное выражение – звучит как пренебрежение к целому. Но у мастеров джаза, вне зависимости от языка, каким они пользуются, такое пренебрежение к целому отсутствует. Оно есть у средних, так как они не очень чувствительны к этому расколу и вряд ли осознают проблему. Музыкальность, экспериментирование в рамках языка композитора, поэзия вместо журналистики – вот мое лекарство от этой болезни. Когда Рахманинова спросили, почему музыканты играют неритмично, он сказал, видимо, они недостаточно музыкальны. Прокофьев, любящий импровизировать на рояле, в одном из своих писем писал, «Мои композиторские опыты не имеют ничего общего с моим импровизационным баловством». У меня же не так. Именно импровизацией в контексте драматургического целого я и занимаюсь в своем классе со студентами. Миша Альперин, Осло, 20 октября 2008 года. Унисоны. Альперин, Осло, 20 октября 2008 года. 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 Альперин, Осло, 20 октября 2009 года. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Спасибо, друзья! Добро пожаловал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро п jalap の habitat! Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok